Всем привет, я Адонис, и мы продолжаем проходить Horizon Zero Dawn. Музыканты доигрывают свои последние песни, люди готовятся к обороне. Мы готовимся к великой битве за Меридиан. Ну что, Элли, пойдем поспим? Отдохните перед решающим сражением. Все, что можно было, я сделал, даже костюмчик прекрасный отхватил. Осталось только выспаться. Дом Олина выглядит пустым. Ну что, ложиться спать? Вроде со всеми делами разобралась. Дом Олина, помните? В самом начале игры мы его посещали, тут была миссия. Вместе с Ирэндом. Так, ну я, конечно же, тут все осмотрю. Не поменялось ли что-нибудь? Может быть, припасли какое-нибудь сокровище для самых любопытных? Ну? Эх, ну нет, лишь ненужные свитки бумаги и стрелы, которые могла бы и взять, кстати, брезгуют. Могли бы и порадовать что-нибудь. Музыка такая грустная, которая прямо так говорит, что выживут немногие, но мы победим. Но это не точно. Громозек. Так, тут можно подняться. Как говорится, перед смертью не налазишься. Помните этот полет? А почему они этот дом никому не сдали до сих пор? Типа он Олину принадлежит и все? Может он вернется когда-нибудь сюда? Эх, ладно, все, настал этот момент. Давай, Элли. Отдохнуть перед сражением. Точка невозвращения. Я бы сказал, точка невозврата. Развращение. Как ты могла спать, Элизабет, когда на тебе лежала такая ответственность? А ты, Раст, после убийства твоей семьи. Сайленс, ты тут? Что просить совета у призрака? Я все-таки думаю, Сайенс вернется, придет, поможет. Если нет, то он реальный ублюдок. Хотя он помог, без него бы ничего не получилось. Но без него бы и не началось. Там пришли вести с востока. Король солнца Ават ожидает в храме солнца. Надеюсь, вести добрые. Хотя кого я обманываю. Может, просто костры? Армия собирается перед долгим маршем на город? Боюсь, это не костры. Тогда что? Конец. По крайней мере, его начало. Охренеть! Это кто так жахнул? А мы-то как воевать против этого будем? Истребитель, но он так не делал раньше. Что это было такое? Они скалу снесли. Что за нафиг? Они так могут снести меридиан вообще весь. Это Аид, наверное. У него же тоже есть машина своя. То есть те самые истребители. К пушкам! К пушкам! Давайте! Не стойте! Выполняйте приказ! Все! Готово! По команде! Начнем стрелять! Думаешь, это их остановит? Вот сейчас и узнаем. Охренеть! Не, ну это уже не сравнить. Там полскалы снесли, а тут кусочек стен. На! Скотина! Давай, Элли, прыгай на лицо. Я знаю, вы, девушки, умеете так. Гелис? Нет! Ведите авангард! Пришлите помощь! Нет! Элой! Нам нужны эти пушки! Он прирежет тебя! Не в этот раз! Теперь у меня мега-броня есть. С слишком долго ты мне досаждала. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Я не погибну, как остальные! Так-так-так, вот что у меня есть. Ха-ха-ха! Зачем ты горишься? Мистер Андерсон! Врагу осталось в виду! Зараза! Везде хуки! Вот тропа! Своя участь неизбежна! Аааа! Промазан! И этот гелис тут идет, скотина! Да блин, вот попа! Смирись! Прими свою слабость! Блин, не того этих сначала догулять! Блин, костюм меня спасает! Если истребители будут так стрелять, мост рухнет! Ха-ха! Скотина! Тебя ждет лишь вечная ночь. Ну, давай! Втварил еще и стреляет! Меридиан должен быть омыт кровью. Твоей! Ублюдок! Не нравится? Петушок! Опять отбил! Гори! А, он ловкий! А, он уже обгорел, видимо! Так! Ты смотри! Мост долго не продержится! Вот гад! Так-так, тут жахнуть можно! Блин! Он разваливается! Попа! Реально попа! Так-так! Элли! А, что? Нельзя! Что ты перед ужасом солнца? Та, что с тобой покончит! Я избранный! А ты никто! Блин, вот попа! Все горит! Хренам собачен! И умрешь никем! Сдохни, мразь! Живучий какой-то! Посмотри! Тикарки не понять, что такое предназначение! Давай, иди на свою погибель! Ты... Ха-ха-ха-ха! Невозможно! Я... 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 Избран! Такого... Не должно было быть! Агулин с первого раза! Так-так-так! Так, можно пощадить его или убить? Я думаю, что в любом случае одинаковый исход будет. Надеюсь, все больно! Нет! Сердечко! Всего этого можно было избежать! Ничего этого не должно было быть! О-о-о-о! Ты сам был умер, Гейлз! О-о-о-о! Ты слушал приказы, убивал людей! О-о-о-о! И ради чего? О-о-о-о! Что это было за убийство такое? Она должна была хорошенько так с размаху голову отсечь! И кровища крупным планом! Все как положено! Или к солнцу! Главное, чтобы не рука к солнцу... Тянулась! Наверное, этот ветер сорвался с гор. И ты сейчас о ветре думаешь, Элли? Серьезно? О-о-о! Ты смотри! Ткань защиты! Ммм! Ткань скрытности! Нравится! Так, посмотрим изготовление! А с другой стороны, о чем я думаю сейчас? О ткани скрытности! Так, у меня стоит 17 и защита от огня 7! Не! Самое лучшее! Ничего хорошего не дают! Все! Я лишь трачу время! Да, в принципе, и так нормально! С первого раза босса убил! Еще же Аид будет! Кстати, я лекарствами не пользовался! Вот я! А с другой стороны, лечиться-то не надо было! Броня-то офигенная! Но она читерская! Понятно, почему ее не давали! До сих пор! С ней особо лекарства не нужны! Без нее, я думаю, с первого раза не прошел бы! Классная штука! Я это не унесу! Ну! Подпитали меня! Все, можно идти! Как она расправляется с дверьми, а? Хороша! Это всегда пригодится! Кстати, я только сейчас обратил внимание! Посмотрите, огонь везде закончился! Все спокойно так стало! Выгорало так! Это, видимо, лекарства тоже не попадают! Вау! Вау! Насладитесь этим! Штурм идет! Где ублюдки? Сейчас мы их поджарим! Ха-ха-ха! Хорошо жарит! Смотрите-ка! Ох, как хорошо! Делаем корректировочку! Надо уходить! Погоди! Погоди! Скотина! Я тебя гуляю, тварь! Че он не перегревается? Место вот! Готово! Он же должен останавливаться, перегреваться! Блин, недолет! Какой живучий! Так! Так! Мне это нравится! То есть, за счет того, что я квесты проходил, мне легче будет! Молодец! Вот по мелким тяжело попадать! Тя, кто там еще? С юга! Они идут с юга! С юга, оттуда! Так, кидаем пушечку! Там еще есть! Истребитель тоже? Не, это не страшно! Лучи ублюдок! И вы тоже! На всех хватит! Холера! Вот твари! Бурдюки! Смотрите на запад! Блин, промазал! Запад! А что на западе? Истребитель стреляет! Вау! Блин, недолет! Да выше целится! Сейчас неплохо попал! Плохо! Ой, тут попа, да! Ты права, Элли! Как всегда! Мудерая баба! Петухи атахуют! Петухи сбунтовались! Смотрите! Истребитель! Зараза! Так! Отсюда я добью, интересно! Лучше оттуда! Эл почти огуляли! Он разозлился! Пора уходить! Все! Тварь в конце выстрелил все-таки! Можно перевести дух и подготовиться! Ух, прекрасно! Слушайте, крутяк! А представляете, без этих пушек как бы было тяжело! А задание-то на отшибе было! Его так нашел нелегко! Ух, так, надо облутаться тут! Собрать! А, это же учебные! Запад! Никогда не знаешь, когда пригодится! Я думал, мы теперь в другую точку идем! Так, мне надо было ставить ловушки в этот момент! Ладно! А не лутаться! Блин, вот холера! Как раз он скачил, но... В смысле, промазал? Бегись, Лора! Он стреляет! Так, выше берем! С неба! С неба или с... Да, с неба! Как? Вы видели это? Собака! Собака! Как кинуть эту холеру? Так, я могу захватить? Ну, захватить! Захватить! Нет, нельзя! Бей! Зараза! Слушайте, а тут жарко? Очень! Нора, он стреляет! Блин, попа! Реально попа какая-то! Так, возьмем эту пушечку! Ха, ты скотина! Он бьет под моей плакой! Ну, умри уже! Ну! Да! Он стреляет! Надо уходить отсюда! Готов! Фух! Так, мины! Мины! Ставим мины! Уривейщик! Уривейщик! Да ладно вам! Тут его не хватало! Скотина! Тебя куда-то поп... А! Так его можно тоже этой штукой жахнуть! Так, защита от электричества! Где ты холера? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! О, куда ты? Нет! Сдохли уже! Все, ахулинг! Истребитель! Вот ты мразь! Так! Так-так-так! Надо тут поставить бомб! Пока есть время! Мне их девать некуда! Так! Интересно, если бы я заранее бомбы поставил здесь, они бы остались? Перед сном! Мммм! Вот это вот идея! Надо было все заминировать к хренам собачьим! Где ты ублюдок? Ну! Не нравится? Пусина! Все! Я надеюсь, еще кто-то будет! Да! Я жду вас, ребята! Походите ближе! Да не бойся ты, Элли! Берегитесь! Блин, хреново! Я теперь ловушки не сверу свои! Контузия! Блин, вставай, давай! Эллой! Эллой! Теп! Хвала матери, ты жива! Я думал, тебя убили! А остальные? Они... Нет! Нет! Их потрепало, но почти все живы! Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше! Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей! Позаботься о них, Теп! Мне надо идти! Так, то есть они людей особо не хотели убивать, им просто пройти мимо надо! Ну, это логично, это очень логично! Там жестокости нету у этих роботов, у них цель только! Вау! Как же они классно это все нарисовали, сделали! Может, графика не супер, но вот, блин, как все сделано! О, нет! Не расскажите! Блистуха ловушек наставил! Все зря! Эх! Эх! Путь можно даже поставить! Холера! Петушара! Это самое место, Элой! Но к тебе взывает шпиль! Элой, иди! Мы их задержим! Кляните на истинное солнце, демоны тьмы! Блин! Ну, хорош! Люблю эти взрывы! И допить! Ведь я чуть было это все не пропустил! Но дальше я не смогу за тобой последовать! Гарха, одержали победу! Снова! Отправляйся к шпилю, Элой! Меридиан, выставь! Или мои знаки почета ничего не стоят! Надеюсь на вас, ребята! Так, ну я осмотрюсь тут! На подходах к шпилю шли ожесточенные бои, Элой! Бедняга! Офигеть! Сплошная стена огня! Остановите, Аида! Спасите жизнь! Заразы! Моя сила еще не иссякла! Клянусь льдом и снегом! Да блин! Надо сводиться до конца! Прям в World of Tanks! Проклятые машины! Я отвечу на ваш вызов! Мне нравится! Боин, Вану, всегда принимают вызов перед отми, дитя льдов! Так, покушаем тут! То есть на каждом шагу мне помогает, получается! Круто! Круто! Хоть уже немножко банально, но все равно круто! Вспоминаешь все эти задания! Прекрасно! Так, у меня мало боеприпасов уже! Ну и как обычно, этих мало! А ресурсов стать нормальный, я закупился! Можно гулять на полную! Началось! Аид шлет сигнал! Вот тварь! Как он так быстро? Ты смотри! Футбол пережил апокалипсис! Да, парень, не стать тебе, Месси! Нафигеть, и все, истребители! А истребитель же он по лору игры сильнее, чем... Громозек! А вообще, Громозека тяжелее убить, как про меня! Если Аид начал передачу сигнала, значит, он прорвал оборону! Нора! Авангард Эренда! Мне нужно наверх! Там наши хлопцы сражаются! Они... А как они так пропустили? Дали подключиться! Эй, зараза! Эти бесконечные ступени! Нельзя останавливаться! Элли, как же ты меня пугаешь! Я знала, что это будет непросто! Медлить нельзя! козерам овцы ну вы видите мы думали ты пала на кряже нет это кряш упал на меня времени остается совсем мало я сражусь с аидом ни одна это мой бой я не вправе звать вас а мы так туда собирались да ястреб дрозд идем нужно вооружиться другого шанса не будет еще торговца здесь я не отказался ну неплохо покормили нен торговцы нет конечно ладно нормально нормально хватит огнежара тоже немало у нас боеприпасов на всех хватит ну как же веревки уходит посмотрите то есть провода ладно окей все все готовы на штурм прибытие этой сущности было вполне ожидаемо сущность не помешает передача сигнала напротив мои расчеты были верны и присутствие этой сущности было просчитано видишь алика это предсказуемое на быть более импульсивные сразу так я умею его окуливать так его надо жарить скотина так куда не нравится температура повышается видите послание солнца для тебя а все равно наверно куда жарить главное жарить а вон 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 туда надо он туда уже просто ха 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 да круто я могу ударить час это твой последний вау не ну по пушкам стрелять все равно хорошо вау 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 ну давай пушечка разбейся уже мне достанется и пушкой охренеть эээ перегрелся парень может туда надо огоньком нет с дороги никогда не видел столь по машин не дайте нас окружить те экземинируем путься пускай идут ко мне мне тут укромное место будет отсюда мы будем при аритетная сущность к тебе идет нароженный спасибо зомби смысле тек вот видите одна мимо пошла не досвелся что ли вроде сводился же у меня есть я сразу что тут уложили последнего зараженного это пушки у нее слишком долговечные так вижу опоздал так погреем еще одна стая машин вы готовы? атакуйте новые машины не так не супер эффективно вот попа так где мое укромное место время у меня есть хорошо время есть приоритетная сущность не даем тебя сажать поняла ну вот настырный то Да, сейчас. Так, иди-ка сюда. Дружок. А, точно, точно. Вот что у меня есть. Дети-железо повержен. Дети-железо. Не нравится? Так, пушечки еще у него вот эти вот нехорошие. Хорошая колонна. По-моему, этот истребитель мощнее обычных. Да нет, перегревать, по-моему, даже не так эффективно. Эффективнее все по модулям стрелять. Ну? Ну? Пусть свободен. Истребитель пал. Мы одержали верх. Но он интересный. То есть эти все перегревы, всякие модули у него. Это реально офигенно, круто. Всякие варианты убийства робота. Мне нравится. Здоровый какой. Прям колосс. Ну, громозев, он страшен тем, что он двигается на тебя, бежит постоянно. По мне он все-таки, наверное, тяжелее. Хочу тут осмотреться. Боже, как тут черно-то все. Что это такое? Странное какое-то освещение. Уж слишком контрастное. Так, он рванет сейчас? Ну давай. Фейерверк не хочет. Обиделся. Угроза системе. Я не просто угроза. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, не будем убирать. Уничтожьте Аида. Все готовы? Ну давайте. Веселуй. 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 Главный блокиратор готов. Для включения назовите имя и ранг. Элизабет Собек. Альфа Прайм. Главный блокиратор включён. Стираю протокол истребления. Дам, конечно, эти... Выглядит круто с копьями против такого монстра. Железного. Слишком слабая последняя битва была, как по мне. Я ждал чего-то более мощного, низкоуровневого. А там был всего лишь один истребитель. И чё? Ну как-то хило. Надо было, чтобы что-то ещё было. Хотя ладно, и так хорошо. И так хорошо. Бедняга. Нанервился. О! Два мужика на выбор. Типа показывает, что он с народом. Вот сейчас CGI ролик, но он ненамного круче, чем оригинальная игра. Не такая сильная разница. Журнал Геи. 3 февраля. Прости, Гея. Что-то задумалось. О чём я? О вашем детстве. А, ну да. И... Короче говоря, у меня был детский набор электротехника, но я прикрутила к нему аккумулятор и солнечную батарею, и трава загорелась. А от травы высокая сосна. Ей было, не знаю, наверное, лет сто. О! Вопрос. Сколько вам было? Шесть. Мама была дома, к счастью. Она сразу же вызвала пожарных, а потом вывела меня на лужайку и показала мёртвых птенчиков. На сосне были птичьи гнёзда. Вопрос. Что вы чувствовали? Я не знаю. Я вроде орала, что мне плевать. Тогда мама взяла моё лицо в ладони и сказала... Вопрос. Что она сказала? Что не должно быть плевать. Сказала... Элизабет. Самый острый ум ничего не стоит, если он не делает мир лучше. Надо направлять свой ум на что-то полезное. Служить жизни, не смерти. Ммм, ты Элизабет. Вы часто рассказываете о матери, но у вас нет детей. Как-то не успела. Наверное, это и к лучшему. А какие качества вы бы пожелали для своего ребёнка? Наверное, я бы пожелала ей... Любопытства. И воли. Несгибаемой силы воли. И иметь сострадание, чтобы... Исцелить мир. Хоть немного. В общем, у меня пока всё, Гея. Пора спать. Желаю вам приятных снов, Элизабет. Спасибо. До завтра, Гея. Эх, шикарно, прекрасно и великолепно. Просто супер. Сюжет мне настолько понравился. В плане сюжета, это одна из лучших игр на моей памяти в истории. Она шикарна. И озвучка-то какая классная. Одна из лучших русских озвучек. Актриса, главное, прекрасно. Ну, только Сайенс немножко подвёл. Так, всё великолепно. Но я тематику такую люблю тоже. Просто апокалипсис, размышления о жизни, о переселении, сознание. Вот это всё классно. Как же они всё сделали и преподнесли настолько аккуратненько, плавно. Вот всё, как я люблю, сделали, понимаете? То есть, это разработчики со мной на одной волне. По крайней мере, которые занимались именно сюжетом. Нечто подобное я чувствовал, когда проходил Dying Light. Вот тоже. Но там ещё и геймплей тоже. Тут в плане геймплея много вопросов есть. В плане геймплея игра, ну, средняя, наверное. Но зато сюжет-то какой, боже мой. Просто великолепнейший. Элли хороша, очень яркая. Такой персонаж, который запомнится. Не то, что Алексиос пресный, который боится ни ту буковку, ни то склонение сказать, чтобы занять какую-то позицию. Нету, это и всё понятно. Она бежит, движется к разгадке тайн. Ну, я практически всё, что можно было на карте нашёл, всё изучил. Это о многом говорит, насколько игра понравилась. Есть ещё, конечно же, дополнение, как десертик. Позже мы его тоже пройдём. Ну, а пока что будем наслаждаться послевкусием от этого великолепного сюжета. Но самое крутое всё-таки было хождение по базам вот этим вот заброшенным. Во всяком случае, для меня. Диалоги интересные. Опять же, во многом благодаря озвучке. То есть озвучка настолько важна именно в сюжетных играх. А мир какой классный они создали, да? Загадочные, интересные, красивые, пугающие. Необычные, оригинальные. Он, конечно, местами перекликается, но это очень самобытный мир. Например, вот эти вот лаборатории мне напоминали игру Эликс. Что, в принципе, доставило только положительные эмоции. Южные города, песочные, напомнили мне игру The Longest Journey. Разные части. Ну, и дополнительные квесты неплохие были. Они, конечно, не настолько интересные, как оригинал. Но, тем не менее, я их с удовольствием проходил все. Не припомню такое, что были какие-то тупые квесты. Даже задание с этим маньяком, когда мы врезали бандитов в крепости, и то круто было. И в конце все, кому мы помогали, помогли нам. Да, как бы все собралось в единый клубок и выдало яркую квинтэссенцию. Последняя битва слабоватая была, пожалуй. Хотелось бы чего-нибудь более яркого. И длинного, долгого. Слишком быстро закончилось. С чего они так? Да, конечно, мне все помогали. Эту упростила ситуацию. Но надо было просто дольше сделать. Еще пару арок. То есть, после того, как мы победили этого истребителя, еще кто-нибудь такой, знаете, необычный вылез бы. Оригинальный бы юнит. Но, с другой стороны, это уже, видимо, дополнительные деньги, новый юнит создать. Финансы, скорее всего, заканчивались под конец. Да и так хорошо. Что придирать? Зачем искать здесь какие-то минусы? В общем, игра прекрасная. Как по мне, ну, учитывая все-таки геймплей, там, некоторые корявости анимации, восьмерка, наверное, игра. Ну, восемь с половиной. Восемь с половиной. Хотя сюжет просто топивающий. Он запал мне в душу. Я переживал все эти события вместе с Элли. Прямо вот реально переживал. Переносился в то старое время к Элизабет. К тем людям, которые переживали последние дни. И обратно к Элли. Давненько произведения какие-либо, книги, фильмы, сериалы, игры, но меня такое впечатление оставляли. Из игр я помню Сома. Вот Сома, когда я прошел Дамо, нам тоже настолько в душу запало. Они похожи во многом. Тоже вот это все переселение разума. Точнее, не переселение. Клонирование, скорее, разума. Ох, ладно. Спасибо всем, кто был вместе со мной на этом прохождении. До встречи в DLC. Кстати, обратите внимание, концовка-то тоже классная. Это мы по котлу перемещаемся. Смотрим, как создаются роботы. Не просто черный экран, а круто сделали. А чего, Элли копье не забрала свое? Ох, холера. Ну, старый друг, помнишь меня? Зараза. У меня еще столько к тебе вопросов осталось. Есть о чем поговорить? О твоих хозяевах, например. Тех, кто пробудил тебя сигналом. От знаний одна сплошная польза, правда же? Ну, давай приступим. Секундочку. Хозяев? Это я не совсем понял. Короче, еще загадок хватает. И это круто. Позорляем, вы победили Аида и защитили мечту Гея, возрождение Земли. Мир восстановлен до состояния на момент начала задания Грозная Тень, прямо перед финальной битвой за Меридиан. У вас сохраняется все снаряжение и весь накопленный опыт. Кроме того, теперь вам доступен режим Новая Игра Плюс. Он позволяет начать игру сначала, сохранив все предметы, снаряжение и навыки, полученные в ходе этого прохождения. Спасибо за игру, команда разработчиков Хорайзен. Прекрасно. А задание у меня останется это висеть? Или нет? Ну-ка, journal. А-а-а, понятно. То есть задание это отменилось? Ммм, то есть DLC проходится до основного. Понятно. Ну, мы пройдем после. Нормальный, так хорошо. Ну, теперь уже точно. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok